Мы договорились с губернатором о том, что мы ежемесячно посещаем крупнейшие предприятия области, крупнейшие представители малого и среднего бизнеса, которые пользуются мерами государственной поддержки, нашей региональной поддержки. Вы знаете, что регионы оказывают огромное внимание сейчас развитием предприятиям производственным, и мы выделяем значительные средства на поддержку этих предприятий. Буквально на днях мы очередные гранты получили от федерального центра на поддержку производственных предприятий. Одно из предприятий, которое будет производиться региональной поддержкой федеральной, это компания «Вологодская конвейерная система». Компания устойчивая, крупная, давно работающая на рынке, экспортирующая свою продукцию во множество стран мира, активно работающая с Африкой, с Америкой. Это, надо сказать, единственная компания в России, которая поставляет ролики для промышленных предприятий в Америку. И сейчас, после получения федерального гранта в 15 миллионов рублей на развитие экспортного направления, мы рассчитываем, что будут внедрены дополнительные инновации, привлечено быциально-экономичное оборудование, которое позволит предприятию еще более укрепить свою нишу на международном рынке, увеличить объем экспорта, дополнительно получить развитие для себя и для своих работников. Посмотрели сегодня предприятия, они производят хорошую продукцию. Я надеюсь, что у нас впереди большое будущее, хорошие перспективы у них. Внутри региона планируют работу, они из Северстали в рамках нашего проекта «Синергия роста». Также участвуют в наших региональных проектах. Кроме того, есть у них желание развиваться на новых площадках. Поэтому рассчитываем, что совместно с дополнительными мерами поддержки, возможно, это будет фонд промышленности, который создан при Министерстве промышленности РФ, мы сможем оказать им дополнительную поддержку и в дальнейшее время, возможно, они откроют еще дополнительную площадку. В общем, ознакомились с предприятием, надеюсь, что сможем в дальнейшем обеспечить хороший рост для этой компании. В рамках этого проекта это только начало той большой программы, которую мы планируем осуществить и довести до конца. Это уникальное оборудование, собственные разработки с ведущими московскими институтами самкостроения, которые позволят удешевить продукцию, сделать ее более качественной. Это конвейерные ролики, конвейерные ролики, ну и комплектующие конвейера. «Воллесдом» – это та компания, которая четко отвечает на просьбу губернатора области о том, что необходимо углублять переработку продукции в сфере лесопереработки. То есть мало просто сегодня рубить дерево, сушить его, пилить доску из него. Важно производить продукты максимальной добавленной стоимости, а это, ну, венцом этой системы является, по сути, деревянный дом. Поэтому вот мы присутствуем на предприятии, которые, ну, прекрасно с задачей справляются, делают превосходные деревянные дома. Мы, по-своему, вот вы видели, наверное, на улице лежат домокомплекты высочайшего качества. Я думаю, что и потребители очень с удовольствием потребляют такой продукт и строят себе прекрасные дома. И та задача, которая ставилась губернатором, именно из Вологодского леса произвести максимальный добавленной стоимости продукт, а это деревянные дома, она исполняется. Поэтому я думаю, что мы здесь просто... Прекрасное событие, что в ближайшее время вот такое производство очередное запустится и пополнит плеяду хороших высокотехнологичных предприятий. Год еще идет, и в течение года дополнительные средства на поддержку МСП продолжают распределяться. Но по ходу этого года наш регион действительно входит в тройку регионов России по объему средств, направляемых на поддержку малосредних предприятий. Это для нас очень почетно, потому что мы регион некрупный и по территории, и по численности, но при этом занимаем такую значительную долю. Все говорит о том, что те меры поддержки, которые регион представляет, они эффективны, и федерация это видит, и активно нас продолжает поддерживать. А мы, соответственно, поддерживаем такие прекрасные предприятия, на которых мы сегодня с вами побывали. Для нас принципиально важны две вещи. Первая вещь, нам необходимо, чтобы, и мы считаем, правильно поддерживать именно производственные предприятия и инновационные предприятия. Ну, почему понятно, потому что эти предприятия создают высококвалифицированные рабочие места, и высокопроизводительные в том числе. Соответственно, мы можем рассчитывать на то, что эти рабочие места невременные, они создаются в долгую, что называется, и люди, придя на них, будут работать долго, кормить свои семьи, платить налоги в бюджет, становиться устойчивыми участниками рынка потребления в области и так далее. Нам это важно. И второе, что нам важно, нам важно смотреть на состояние предприятий, нам нужно понимать менеджмент предприятий, и нужно понимать вообще того, скажем, субъекта экономической деятельности, кого мы поддерживаем, насколько он готов развиваться дальше, насколько он готов быть инновационным, быть креативным в своих подходах. То есть мы должны поддерживать тех, кто в состоянии развиваться, делать шаги дальше. Зачастую была такая практика, к сожалению, в многих регионах присутствуют, когда поддерживаются, ну, к сожалению, там предприятия, которые уже уходят с рынка. Это, на самом деле, практика очень порочная, потому что, если предприятие не справилось с коммерческой задачей, не смогло завоевать нишу, не может развиваться дальше, а находится в стадии там закрытия, банкротства, то поддержка его – это всего лишь напросто просто проедание последних денег. Это деньги в песок. Мы хотим деньги вкладывать в перспективу развития. Мы должны понимать, что если мы с нами рабочие создаем, то люди, которые придут, не останутся без работы через полгода. Они будут работать долго, эффективно, получать хорошую заработную плату, обеспечивать свои семьи. Мы считаем подход верным, поэтому мы помогать будем сильным, перспективным, растущим компаниям, которые готовы заниматься развитием производства. Мы видим строительство нового производственного объекта, прекрасный, мой взгляд, объекта, очень грамотно реализованного. Сейчас закупаются новые оборудования, предприятия приступают к очередному этапу своего развития, производства инновационных, высокотехнологичных продуктов. Мы, соответственно, с удовольствием поддерживаем такие предприятия, выдавая им меры нашей поддержки, различные гранты, понимая, что, как я уже говорил, эти деньги пойдут на дело, и будут созданы дополнительные рабочие места, и люди получат хорошую, эффективную работу. Здесь будет окончательная доработка лесоматериалов и изготовление в этом цехе уже деталей дома, готового дома. Отсюда дом, готовый, сделанный по проекту, пойдет на упаковку и потребителю. Рассчитываю, что к концу осени этот цех будет работать. Будем отгружать туда, куда и сейчас отгружаем, поскольку после запуска вот этого производства качество поднимется. Хотя и так, в общем, нареканий на качество наше очень мало. Ну, что касается России, то в основном Подмосковье, Вологодская область. Сейчас начинается спрос в южных регионах России, это Ставрополье, Краснодарский край. Есть запросы с Крыма. Пока не знаю, что получится, но будем делать все, что получилось. Германия, давний партнер Германии есть, и там в наших домах живут люди. Сейчас поступил заказ из Южной Кореи. Вот пока так. Что касается глубокой переработки, пиловочник вы видели. Для того, чтобы сделать из него брус, дом, оцилиндровать, есть отходы, как сопутствие, хорошей продукции. Эти отходы сжигаются в котельной. Котельная рассчитана и построена как раз под использованием своих отходов. Мы не закупаем ничего. Она, да, да. И котельная построена с мощностью, с перспективой дальше. Среднемесячное производство объема оцилиндрованных домов где-то около 13 тысяч погонных метров. В переводе на дома – это 9-10 домов ежемесячно, из оцилиндрованного бревна. Если из бруса массива, то средняя цифра потребления – 7 домов. И это из бруса массива. Из клееного бруса – 4-5 домов. Но поскольку я вам уже сказал, что мы работаем с расчетом на перспективу, то можем мы производить в дальнейшем объемы больше, чем я назвал. Можно, конечно, говорить о количестве людей, работающих. Можно говорить о объеме производства. Но это действительно все правда. Это прекрасные предприятия с хорошим оборотом. Здесь мы обсудили на предыдущем предприятии оборотов было более полумиллиарда в год. Но более важным здесь является то, что предприятия, которые мы поддерживаем, это зачастую высокотехнологичные и высокопроизводительные. У нас есть гиперзадача у всей страны, в Вологодской области в частности, заниматься переведением обычных рабочих мест в высокопроизводительные. Почему? Потому что сегодня предприятия, которые имеют невысокопроизводительные рабочие места, невысокотехнологичные, они обречены на уход с рынка. То есть мы понимаем, что если мы не вкладываем в модернизацию предприятий, Если мы не приобретаем новое оборудование, не проводим обучение персонала, не внедряем инновации, очевидно, предприятие в ближайшее время уйдет с рынка. Мы получим с вами, я извиняюсь, такие примеры, которые есть в городе Волога, где я не буду называть сейчас название предприятий, вы их знаете. То есть мы получим перспективно банкротные предприятия, чтобы предприятия не выдержат конкуренцию. И очень важно, когда мы беремся за поддержку предприятий, чтобы они стали высокотехнологичными, высокопроизводительными. Это говорит о том, что себестоимость будет хорошей, то есть низкой, рентабельность высокой, предприятия удержатся в рынке, выдержат конкуренцию и сохранятся. Потому что я уже говорил с ним дважды, очень важно, чтобы люди, когда приходили на новые предприятия, они приходили не на полгода. Для человека это стресс, он учится в какой-то период, настраивает квалификацию, получает доплаты за стаж деятельности. А потом раз человек все теряет, потому что менеджмент не смог сохранить бизнес. И важно, чтобы предприятия были высокотехнологичными, принципиально важными. Поэтому я бы сказал, что главное в тех предприятиях, которые мы поддерживаем, через инновационные фонды, через нашу систему поддержки, именно не в том, что мы просто их сохраняем. У нас много предприятий. Важно то, что предприятия, которые проходят через нашу систему, как правило, высокотехнологичными и они выживаемы. Вот это очень важно.